Аудиокнига записана специально для сайта кинотеатра Охотника. Белка. Скажите, кто не видал белки или выражаясь иначе векши? Не говорю в лесу, нет. А кто не видал ее забавно прыгающей в колесе, в клетке, столь часто выставляемой на бирже, окнах, в мелочных лавочках и прочь? Кто не видал ее быстрых, грациозных движений? Кто не помнит ее красивой фигурки, ее ловкости, когда она сидит на задних лапках с поднятым кверху, как султан хвостом, ее умение есть кедровые орехи. Я живо помню то время, когда я бывший ребенком, простаивал иногда по несколько минут у окна какого-нибудь дома и любовался этим веселым зверьком, быстро прыгающим на колесе. Тогда, конечно, я не понимал огромного значения ее шкурки в торговом отношении и думал, что это создание природы может служить только на забаву человеку. А юность, юность, приятно и смешно тебя иногда вспомнить. Желал бы я знать, что скажет сибиряк-промышленник, закоренелый белковщик, если бы его невзначай подвести к беличьей клетке и показать эту европейскую забаву. Мне кажется, он бы, наверное, содрогнулся и приписал невежеству такое неумение извлечь из белки настоящую пользу. Белка имеет огромное значение у нас в Забайкалье, в охотничьем и торговом отношениях. Сколько семейств пропитываются от ее пушистой шкурки. Сколько людей она согревает своим теплым мехом. Сколько красоты и шику придает она прекрасному полу, болтаясь на их различных телогрейках и прочь. Право, взявшись за перо, теряешься что и сказать о пользе белки в людском мире. Но довольно философствовать. Пора приняться за дело и поделиться с читателем описанием белки и способов ее добывания, белковья. Белки водятся по всей северной и средней полосам Европейской России и по всей Западной и Восточной Сибири, словом, везде где есть леса, лес, ее стихия, она больше нигде не живет, кроме лесов, и то преимущественно хвойных. Белка разница по своему меху, в одних местах она хороша, а в других лучше, а в третьих еще лучше. Об этом, впрочем, будет мною сказано в своем месте. Чему приписать подобное различие в доброте меха, не знаю, местным ли климатическим условиям стран или разнохарактерности лесов, занимаемых белкою и доставляющих ей в то же время разнородную пищу, решить не берусь. В Забайкалье на значительном расстоянии, в известных пределах, уже заметна значительная разница в ее добротности, пышности и цвете меха. При описании Забайкальской белки долгом считаю сказать все, что знаю о ней по собственным наблюдениям и из рассказов достоверных охотников. Не понимаю, почему этого зверька назвали белкой, у нее белы только одно брюшко и грудь, тогда как спинка, голова, ноги, словом, все остальное серенькое, темно-пепельного цвета. Скорее же зайца беляка, горностая или ласку можно было назвать белкой, потому что они зимой убывают все белые, как снег. Но об этом рассуждать нечего, не я дал, не я изменю эту кличку, один в поле не воин, говорит пословица. Однако все же странно. Итак, белка известна всем и каждому, следовательно, величину ее описывать ни к чему, да и сравнения делать незачем. Что же касается донорожных признаков, то нельзя не упомянуть, что зверек этот имеет довольно длинную, пушистую, мягкую шерсть, которая на брюшке короче, чем на спинке, на стоячих ее ушках, довольно большой величины, шерсть длинная, темного цвета, в виде кисточек. На хвосте тоже длинная, густая и пушистая, ножки ее соразмерны с корпусом, также мохнатые, с широкими ступнями. Когти довольно длинные, острые, мордочка очень красивая, тупая, с черными и быстрыми большими глазами, зубы спереди большие, острые, как у всех грызунов, на губах большие черные усы, и задние ее ноги несколько длиннее передних. Белка чрезвычайно быстра, легка и грациозна в движениях, скачет ли она по полу, по деревьям, сидит ли спокойно на ветке, везде видны ловкость, свобода, грация. Словом, чрезвычайно живописный зверек. Белка никогда не ходит шагом, она всегда прыгает, как заяц или хорек. Она чрезвычайно проворно бегает по деревьям, сучкам, прыгает с дерева на дерево по ветвям, иногда через значительное расстояние, и никогда не оборвется, ей довольно зацепится одним когтем, чтобы удержаться на ветке. Я сказал, что лес, ее стихия, и действительно, в Забайкале она живет преимущественно в кедровниках, лиственичном и сосновом лесах, редко в пихтовнике и никогда в березнике или осеннике. Если лес смешанный, то есть лиственичный с хвойным, то в нем тоже держится белка. Зимою и летом она живет в гнездах, которые чрезвычайно искусно делает на деревьях, обыкновенно в полудереве из прутиков, перенизывая их мхом и травой. Нередко занимает она вороньи и сорочи гнезда, силой выгоняя хозяев и пожирая их яйца. Говорят, что она даже ест молодых, ловит маленьких птичек и прочь. Но я в этом сомневаюсь. Живет также в древесных дуплах, где тоже устраивает себе спокойное гнездо, называемое по-сибирски гайно. Главная же пища белки состоит в кедровых орехах, лиственичной шишке и грибах. Кроме того, она также питается желудями, древесной корой, сосновой и еловой шишкой и не прочь полакомиться ягодами. На зиму она с осени запасает значительное количество кедровых орехов и лиственичной шишки, плохо, если этот запас, приготовленный рано, найдет бурундук, он перетаскает половину его в свою нору и не скажет спасибо хозяйке, хорошо, если белка застанет вора на месте преступления и жестоко его накажет, иначе она, пожалуй, может лишиться всего запаса. Белка мастерски ест кедровые орехи, раскусывает их изумительно скоро, так что шелуха летит на обе стороны изо рта, как бы из какой-нибудь машины. Весело смотреть со стороны, когда она кушает. Право, завидуешь ее ловкости, недаром говорят, что сибиряки, привыкшие к кедровым орехам, едят их как белки. Белка чрезвычайно плодовита 49, промышленники уверяют, что будто бы она в один год выходит сама сороковая, говорят, что она приносит детей до четырех раз в году и что первые ее дети к году приносят тоже молодых. Действительно, плодовитости ее нельзя не заметить в Забайкалье, если хотя немного иметь наблюдательности. Осенью и зимой здешние промышленники, белковщики, до того ее выбьют по лесам, что в позднюю зиму с трудом увидишь где-либо беличий след. Но пройдет весна и лето, наступит холодная осень, смотришь, белки опять столько же и везде в лесу попадаются ее следы, и кругом слышен ее голос. Главная же гоньба или течка, у белок бывает с Афанасьева дня. В это время супружеских сношений за одной самкой бегает по нескольку самцов, между которыми происходят кровавые драки. Несколько самцов грызутся между собою, а тем временем какой-нибудь один из них, половче и других, успеет насладиться супружеским счастьем где-нибудь в сторонке, в тихомолку, и когда его заметит, то скорее старается скрыться от раздраженных товарищей, а иногда и вместе с самкой верхним следом, по деревьям, убираются куда-нибудь подальше, потому что и самые прекрасные особи в этом случае часто приходится испробовать остроту зубов своих обожателей. Самое совокупление белок происходит преимущественно на деревьях. Обыкновенно самка, захотевшая насладиться супружеским счастьем, тихо урча, бежит по стволу дерева вниз головой, с поднятым хвостом, в это время бойкий самец тотчас догоняет мохнатую кокетку и быстро совокупляется, затем самка тотчас взмывает кверху и снова на каком-нибудь сучке заводит интрижку, охорашиваясь, умываясь лапками, быв только что помята сладострастным кавалером. Осенью белки живут постоянно парочками, самец с самкой, так что при охоте за ними, если убьешь одну, наверное тут же поблизости отыщешь и другую. Самка приносит от трех до пяти и более молодых, которые родятся слепыми и чрезвычайно маленькими. Многие охотники уверяют, что бельчета родятся голые, как мыши, но мне самому удостовериться в этом не довелось, передаю, что слышал от достоверных белковщиков. Мать их кормит недолго, как скоро они подрастут, обматереют, то уже пропитываются сами. Родившаяся весною белка к осени достигает уже полного возраста, так что ее трудно отличить от старой. Мать сначала кормит детей молоком, а потом, когда они подрастут, всякую всячиной, искусно таская им пищу во рту. Щеница белка более в дуплах, нежели в гнездах на деревьях, потому что в последних хищные птицы наносят молодым значительный вред, имея более доступа к гнезду. Маленькие бельчата очень красивы, игривые до того бывают малы, что издалека на деревьях они кажутся воробьями, особенно если тихо и спокойно сидят на ветках. Белка не хитра, не боязлива, завидя собаку или человека, она тотчас заскакивает дерево и, сидя на сучке или ветке, с любопытством заглядывает вниз. Но снова в виде присутствия человека, она проворно взбирается на вершину дерева и хитро прячется в ветвях. В дождливую погоду она больше сидит в гнезде и не выходит, но лишь только выглянет солнышко, она тотчас выскакивает, отряхивается и сушится на солнце. В морозное зимнее утро она спускается на землю, но в тихую погоду бегает более по деревьям, перепрыгивая с одного места на другое, вероятно, она этот мацион делает для того, чтобы согреться. В теплые зимние дни сидит больше в гнездах и выходит только на жировку, покушать орехов, лиственичные шишки и прочь. В ветреную же холодную погоду она больше бегает по земле, причина чему надо искать, вероятно, в том, что она не любит машинальной качки и скрипа деревьев. В зимнее время, накушавшись досыта, она любит греться на солнышке, сидя на ветках, на задних лапках умывается, как кошка, передними и распустив свой длинный, пушистый хвостик, представляет любопытному охотнику живую картину, достойную кисти художника. Голос белки различен, смотря по состоянию, в котором она находится. Вообще же похож на какое-то чоканье сквозь зубы, иногда же на голубиное воркование. Сибиряки говорят, что белка уркает или урчит. Преследуемая охотником и будучи загнана на дерево, отдельно соящая, она беспрестанно бегает по веткам, забравшись на самую вершину, сердится, трет передними лапами свою мордочку и урчит. След белки велик сравнительно с ее величиной, она как-то ширит и без того уже широкие и мохнатые лапки. На рыхлом снегу ясно видим отпечатки ее пальцев и когтей. В глубоком же пушистом снегу след ее еще заметнее, она проваливается лапками, задевает хвостом и делает большие знаки, так что и малоопытный охотник отличит беличий след от харькового, горностаевого и других зверьков. Количество белки в здешних краях чрезвычайно непостоянно, один год ее бывает чрезмерно много повсюду, а в другой едва-едва отыщешь следочек. Вообще здесь замечают, что после дождливого лета и осени белок бывает зимою гораздо меньше, чем после сухого, равно как лесных и каменных рябчиков, полевых куропаток. Вероятно на молодых бельчат вредно действует сырость, особенно сопряженная с холодами, отчего они и пропадают. Здешние промышленники говорят, что они вымыкают. Кроме того, количество белки зависит от корма, и потому в тех местах, где родится много кедровых орехов и остается к зиме значительное количество лиственичной шишки, там, наверное, зимой будет много белки, и наоборот. Поэтому самому белка, завися от урожая корма, не оседла, она ежегодно кочует из одного места в другое. Вот почему в одном незначительном округе, в одном месте, бывает белки много, тогда как в другом очень мало. Эта перекочевка чрезвычайно заметна в здешнем крае, иногда она производится через значительное расстояние, на добрые корма, как говорят, а перекочевную белку называют ходовой или кочевной. Рассказывают, что это путешествие из края в край совершается больше днем, потому что белка по ночам идти боится, чтобы не попасть на зубы волку или лисица, которые днем мало рыщут. Беличьи меха довольно крепки, шерсть их не скоро вытирается, и к тому же мездра очень крепка, особенно с начала зимы, но под конец, к весне, шерсть вырастает длиннее, а мездра слабеет и делается тоньше, почему беличий промысел продолжается только до Рождества Христова и много до Нового года. Шкурка с белки снимается чулком, как с лисицы. Мясо ее здешние народцы употребляют в пищу, но русские не едят. Белковье, белковье. Сколько поэзии в этом слове для сибирского промышленника, сколько приятных воспоминаний оно рождает в голове стариков, здешних охотников, удалых ребят в молодости, которые не задумывались выходить на поединок с медведями, а чтобы не испортить шкурку белки, били ее не иначе, как в голову из своих немудрых винтовок. Теперь же согнувшихся от дряхлой старости, седыми как лунь головами, с бесчисленными морщинами на лице, с двумя или тремя зубами во рту, стариков, едва способных слезть с печи, чтобы благословить своих детей и внучат на любимое в былое время Белковье. Эти-то старожилы рассказывают много интересного и любопытного про старое время. Право, некоторых с удовольствием можно слушать не один зимний долгий вечер. Часто эти движущиеся скелеты не могут хладнокровно слышать слов тайга и Белковья. Я знал одного такого старика, который, быв слишком 70-й лет, ходил еще на Белковье и мало уступал молодым ребятам. Впоследствии, когда всесокрушающее время взяло свою силу и он не в состоянии был ходить на промысел, то при наступлении Белковье делался задумчивым, мрачным, снаряжая своих сыновей и внучат, а отправляя их, долго плакал горькими слезами до тех пор, пока тени скрывались из его зорких глаз. Плакал он не потому, чтобы боялся за своих питомцев, своих учеников, в случае какого-либо несчастья, нет, а плакал от того, что сам одрехлел и не в состоянии был уже следовать за ними, потому что те же слезы являлись у него и при виде других Белковщиков, весело отправляющихся в тайгу. Конечно, российские промышленники не имеют и понятия о Белковье, их не задевают за ретевое слова тайга, панты 61 и прочь. В особенности более кабинетных, столичных охотников, знакомых только с болотами, таскающих на себе огромные сапожища из боязни промочить ножки и прочь. Сказал бы более, да боюсь засетывания. И этого бы не следовало говорить, но что написано пером, того не вырубишь топором. Посердится да простят. Не думайте, что Белковье состояло в том, что здешние промышленники отправляются в лес собственно за Белкой дня на два или на три. Нет, здесь белкуют месяца по два и по три, не выходя из лесу, бьют все, что попадет под пулю, но зато часто и случается, что некоторые из них не возвращаются в свои теплые углы, в объятия жен, отцов, матерей, словом, близких сердцу родных, так нетерпеливо их дожидающих. Какое горе ложится на сердце матери, когда артельщики вынесут из тайги весточку, что твоего, бабушка, сынка-зверь, медведь, задавил. Как не облиться кровью родительскому сердцу при таком известии? Осмотришь, прошел год, наступило опять Белковье, та же старуха снова снаряжает в тайгу других сыновей и внучат, хотя и крепко щемит ее сердце при последнем поцелуе неунывающих промышленников. Проводив же из дому, она поглядит им вслед, утрет глаза передником, рукавом рубахе либо подолом и, согнувшись, поплетется в свою коморку, в знакомой печке, вечером сядет за прялку и причитает разные разности, которым глухо, заунывно, дребезжа, вторит ее быстро вертящаяся веретину. Но довольна, что-то и у меня защемило ретевое, я отстал от главной цели, быть может, надоел читателю, эдак я, пожалуй, унесусь далеко и не расскажу, что такое значит Белковье. Однако, прежде чем начну описывать его, позволю себе еще сделать отступление, которое, я уверен, не будет лишним, потому что описываемое время и признаки предшествуют наступлению Белковья и притом знакомят читателя с природой нашего богатого Забайкалья и с бытом его обитателей. Отошлись и на костные эстрады, прошел жаркий июль, стало посвежее в воздухе. Степи и на лугах пожелтела высохшая от палящих лучей солнца нескошенная трава. Везде по речкам и озерам показались молодые утки всевозможных сортов богатого пернатого царства, в чем Забайкалья может посоперничать с другими краями. По сырым лагам и падушкам зазеленели тучные скирды, зароды, стога, сено, на скошенных местах поднялась снова зеленая оттава, по степям появились целыми стаями степные куры, дрофы, привожной сторожка разгуливая с молодыми пожелтеющей волнующейся скатерти. Наступило время хлебной эстрады, зашевелились перегнутые бабы и мужики по широко раскинувшимся полям разных сортов хлеба, зазвенел зубатый горбунчик серп, и воздух наполнился заунывными мотивами сибирских песен. Легче на душе становится у сибирского промышленника, настает козья гоньба, гураны, дикие козлы, хрипя, стали выгонять маток из-за пушки лесов, что уже заметили охотники и свалили себе на завтрак несколько рогатых кавалеров. Еще несколько дней, и небо затянулось по всему горизонту серыми облаками, в воздухе сделалось еще свежее и сырее, настал настоящий куктен, мокрое время осени, козья гоньба. Но вот и конец августа, дичь начала табуниться, везде показались в огромном количестве утки, загоготали и гуси в беспредельности небесной лазури. Еще отроднее становится на душе здешнего промышленника, показались тупые раздвинутые треугольники длинноногих журавлей различных пород со своим заунывным курлыканием. При этих звуках что-то особенное задевает за сердце охотника, он невольно поднимает голову кверху, ищет глазом певцов, но отыскать не может, в небе светло и голуба. Журавли так забрались высоко, кружась в лазурной высе, что их с трудом можно увядать зорким глазом. Лупы, 23 августа, прошли давно, появились холодные утренники и стали сковывать жидкую грязь неведомой силой, но взойдет солнце и еще успеет отогреть мерзлую землю своими последними замирающими лучами. Время уходит, день ото дня становится холоднее, а вот потянулись и загычали лебеди, еще сильнее забилось сердце здешнего промышленника, потому что отлет лебедей, по народному замечанию, указывает на приближающийся холод. Скоро студена будет, говорит сибиряк на этом основании. Затрубил изюбр в синеющей дале тайги, уже поехали некоторые зверовщики на изюбренную ганьбу, смотри описание изюбра, и спустя несколько дней вывезли дорогую добычу на вьючных конях. Наконец пролетная дичь почти вся скрылась в теплые края, остались только в степях дрофы, которые не сильно боятся приближающихся морозов и нередко живут до тех пор, покуда настоящая зима не угонит их в теплые края, а на водах останется одна чернете крохоли. Вот когда наступила настоящая минута тревоги и ожиданий белковщиков. Уже давно йокало их сердечко, дожидаясь покрова дня, прошел и он, засуетились в избах бабы около своих печек, пошли приготовления различных съестных припасов, чтобы снарядить необходимыми принадлежностями на долгое время своих мужей и сыновей, отправляющихся в тайгу на Белковье. Все печи, шестки, чувалы завалены ржаными и пшеничными сухарями, пекутся и сушатся различные пряженики, блинцы, колоба, ватрушки и прочие хитрости бабьего сибирского искусства. Починивается необходимое для тайги теплое платье и обувь, чтобы можно было теплее оболокаться, одеваться, белковщиком во время стужа. Между тем, в это время белковщики подготовляют к тайге своих промышленных коней, смотри статью о промышленном коне, как-то кормят овсом, сечкой, подковывают 62 их, держат на стойке холодными ночами, а сами нетерпеливо поглядывают вдаль, на высокие хребты, поросшие густыми лесами, и эта синеющая даль, в свою очередь, так заманчиво рисуется их воображению, глядит на них и как бы зовет охотников в свои угрюмые, страшные, но нередко милые им по воспоминаниям вертепы. Винтовки давно уже налажены, вымыты, вычищены, смазаны, исправлены и весятся на спичках в амбаре, в сенях и прочь. Надо заметить, что сибиряки никогда не держат их в избах, говоря, что они в них потеют. Порох и свинец давно припасены, пули налиты и сложены в запасные каптурги. Промышленные собаки тоже хорошо знают это время, визжат, трутся около своих хозяев и нетерпеливо дожидают отправления. Белковщики сходятся между собой, сговариваются, куда отправятся, на сколько времени, делают условия и составляют артели. Артели бывают разные, в них собирается обыкновенно от четырех до десяти промышленников. Большие семьи редко соединяются с посторонними, а одинокие люди или малосемейные с разных деревень собираются в одну артель на известных условиях, то есть, каждый артельщик обязан взять с собой необходимых съестных и огнестрельных припасов наравне с другими, чтобы харч в артеле был общий, почему и все добытое ими в тайге делится тоже на равные части. Так, белка делится между товарищами поштучно, равно как и лисицы, харьки, козьи шкурки и проч. Мясо сненных зверей, оставшееся излишним после промысла, тоже делится по весу, но если убьют одного медведя, и зюбра, сахатого, соболя, рысь, тогда шкуры их продают по выходе из тайги и уже делятся вырученные деньги. Многие зажиточные люди, отправляясь или не отправляясь сами на белковье, имея лишние винтовки, раздают их бедным промышленникам на известных условиях, под пушнину. Вообще время сборов в тайге белковщиков есть своего рода ярмарка, потому что тут происходят различного рода аферы и спекуляции. Например, многие отдают своих лошадей бесконным промышленникам, некоторые аферируют на свинец, порох, съестные припасы, даже одежду, и все это под пушнину. Другие же просто нанимают бедных, бездомовых в работники, снабжают их всем, что необходимо, и отправляют в тайгу, тоже по взаимному согласию, конечно, бывают случаи, что эти работники иногда преизрядно надувают своих хозяев в количестве убитой ими пушнины, но ненадолго, сибиряки чрезвычайно хитры, и хозяева непременно рано или поздно увидят обман, и тогда эту проделку узнают все, после чего такого работника никогда уже больше никто не возьмет. Так как порох и свинец здесь достать иногда довольно трудно, то различные торговцы, обыкновенно ссыльные жиды, поселенцы, словом, спекулятора, а также и настоящие купцы, сборщики пушнины, зная хорошо это время, глядишь, и подъявятся как раз с этими припасами в самые горячие минуты нужды, продают их на деньги и различные деревенские произведения, в обмен, страшно дорогою ценою. Нередко фунт свинца доходит до 50 и более копеек серебром, а на мену обходится еще дороже. Некоторые же отдают эти продукты знакомым надежным белковщикам прямо под меха, по согласию, смотря по количеству в лесах белки и прочь. Нередко фунт свинца идет на 3 и на 4 белки, а белки здесь иногда продаются по 25 копеек серебром за штуку. Выгода обоюдная, белковщик фунтом свинца может убить до 20 и более белок, смотря по калибру винтовки, а миновщик, заплативший в городах за свинец по 10 и менее коп, серебр. За фунт, выручит на белки до 1 рубля серебром, и выходит, что овцы целые и волки сыты. Правду говорят здешние торговцы, что в Сибири только дураки и люди добросовестные не наживут денег. Пожалуй, и справедливо. Как скупщики пушнины не ошибутся в цене на меха, заблаговременно зная их будущую стоимость через своих агентов и комиссионеров, большую частью Снежегородской ярмарки, так и хорошие, опытные промышленники не ошибутся в количестве белки в известных пределах тайги. Они еще летом, ездя за дровами в лес и промышляя зверей, примечают, или, как они говорят, смекают, белку. А осени уже собирают сведения и наблюдают сами, где хорошо водились кедровые орехи, где много осталось лиственичной шишки, где навешана на деревьях губа, то есть, грибы для зимы, и прочь. Даже перед самым белковьем нарочно выезжают в леса, убьют две-три белки и смотрят по лапкам, какая она, своя или кочевная. Если белка своя, то есть, не кочует в другое место, то у нее лапки мохнатые и совершенно целы, если же нет, то шерсть на них вытерта от продолжительной перекочевки и на пальцах бывает иногда даже кровь, когти такой белки обыкновенно притуплены. Кроме того, для открытия этого еще другие тонкости, известные только здешним специалистам-белковщикам. Вот наконец наступили и последние приготовления к отъезду в тайгу, да и время уже, степные куры, чернеть и крохоли давно отлетели из-за Байкалия под теплые лучи солнца, леса обнажились, пошла шуга, и появились ледяные закраины по речкам, озеро покрылись, как зеркалами, ровным, прозрачным, но еще тонким льдом, побелели сопки, поли мягкие порошки и означили маляки зайцев, лисьи нарыски и волчьи следы, медведь, торбоган, сурок, барсук и другие звери залегли в свои теплые норы до весеннего солнышка, пора и белковщикам отправляться в тайгу. Артельщики стали собираться в условные места, все приготовления их кончились, терпение лопнуло, синеющая даль еще приветнее на них смотрит. Словом, все кончилось, все на чеку, как они говорят, настала минута, которой так давно дожидается сибирский промышленник, минута отъезда, бани уже давно остыли в холодную осеннюю ночь, охотники выпарились, стали чисто 63, кони оседланы, а заводные навьючены потами, кожаные сумы, мешочками, тулунчиками 64, то есть ями 65, словом, разными разностями с съестными припасами. Собаки привязаны на поводках, тонкие железные цепочки, к седлам и нетерпеливо рвутся, дожидаясь выхода хозяев. Наконец промышленники закусили, простились с родными, помолились Богу, закинули за спину, вниз дулом, винтовки и вышли собаки, видя их совсем готовыми отправиться в дорогу, залаяли и запрыгали от радости. Артель отвалила целым караваном, поднимая столбы пыли, в это время здесь почти никогда не бывает санной дороги, приветствуя родных и знакомых издали различными прощальными знаками. Деревня опустела, уже много белковщиков из нее отправилось в тайгу, остались только бабы, старики да ребятишки, которые, стоя в одних рубашонках на улице, грязные, оборванные, смешно поджимая под себя ноги, надергивают рукава рубахи на покрасневшие от холода руки и все еще глядят на удаляющихся всадников, едва-едва видимых в столбе пыли. Странно, что белковщики, или лучше сказать зверопромышленники, живут как-то деревнями, самый быт которых тесно связан с различными обстоятельствами. Есть селения, в которых нет ни одного дома, чтобы не было промышленника, но опять есть и такие селения, в которых всего два или три белковщика. В настоящее время в Забайкалье во многих местах нет и тени прежнего белковья, именно с того дня, как образовались забайкальские казаки. Служба и прочь, и прочь, не дают многим подумать и о посеве хлеба, не только что о белковье. Неужели придет время, что мои заметки о белковье сделаются преданием, рассказом старины? Приятно смотреть со стороны, когда отправляются белковщики на промысел, в особенности, когда несколько артелей соединяются вместе. Право, встретившись с такой ватагой на дороге, особенно в лесу, невольно заглядишься на эту движущуюся толпу вооруженных всадников, причем что-то необъяснимое задевает за душу, а тем более страстного охотника. Разъехавшись с ними, вы машинально несколько раз оглянетесь, наверное, призадумаетесь, и в голове вашей завертится пропасть мыслей, воспоминаний, если вы в душе охотник, и разве только у самой станции новые предметы, попавшиеся на глаза, разобьют ваше настроенное воображение. Многие белковщики, отправляющиеся надолго, гонят с собой различный рогатый скот, как-то коров, баранов и прочь, для закуски после устатка и богатырских подвигов. Зная хорошо сибирский климат и все нужды, которые претерпеваются белковщиками в тайге, бывший сам страстным, горячим охотником и проведя не одну зимнюю ночь в далекой тайге, поневоле призадумаешься и скажешь, нужно быть сибирским промышленником, чтобы безропотно вынести все это. Живущие около больших реб белковщики отправляются вниз по течению обыкновенно на паромах до места белковья, а возвращаются или верхом, или на санях, потому что, пользуясь случаем, они на паромах сплавляют не только лошадей, скот, почти все принадлежности домашнего очага, но даже и заготовленные сани. Мне часто случалось видеть такие экспедиции по реке Шилке, конечно, почти незачем и говорить о том, что еще приятнее смотреть на возвращающихся белковщиков из тайги. Тут уже действительно разбегаются глаза, торопишься все разглядеть, в глазах заребит, и часто случается, что вместо всего ничего не увидишь, или, лучше сказать, самое главное и любопытное пропустишь без внимания. На заводных лошадях иногда бывает столько навьюченного разного мяса, шкур и пушнины, что, не быв очевидцем, действительно трудно поверить. Прибыв на место промысла, белковщики тотчас устраивают шалаши, по-сибирски балаганы, землянки и даже зимовейки. Некоторые промышленники, ежегодно ходя на белковье в одно место, имеют в лесах постоянные избушки, в которых другие никогда не поселяются, хотя бы и прибыли раньше, но придет урочное время, и хижины эти, наверное, дождутся своих законных хозяев. Не лишним считаю сообщить, что промышленники никогда не поселяются в старых балаганах, уже высохших от времени, чтобы как-нибудь невзначай не спалить всего богатства, добытого в белковые, и не пострадать самим от запасов пороха. Вот почему эти жилища и строятся каждогодно новые, из сырого материала. В избушках же безопасно, потому что в них всегда делаются биты из глины и камня печи, иногда с дымовым выводом на крыше. Если сойдется несколько артелей в одно место, то владыкой его остается та артель, которая прежде успела его захватить. Впрочем, бывают случаи, что в больших, нетесных округах живут вместе или неподалеку одна от другой несколько артелей, конечно, пригнанный или приплавленный рогатый скот колется, сколько потребно, на месте стоянки, то есть, на таборе, а остальные лошади питаются, чем бог послал. Но опять скажу, что те промышленники, которые имеют постоянные зимовейки или избушки, нередко летом нарочно заготавливают немного сена. Понятное дело, всякий табор располагается около воды, речки, озера или ключа. Белковая собака – почти необходимая принадлежность этой охоты. Достоинство ее состоит в том, чтобы она не только отыскивала белку по следу, но гнала бы ее и верхом, по деревьям. Мало того, она, найдя белку, должна лаять и не спускать ее с дерева. О собаке смотри особую статью. Самая охота состоит в том, что белковщики с утра до позднего вечера ходят или ездят верхом по лесам, отыскивая белку сами или с помощью собаки. Белку бить нехитро, только бы увидать, от человека и от собаки она тотчас заскакивает на дерево и сидит иногда смирно на сучке или ветке, дожидаясь меткой пули, иногда же пойдет прыгать с дерева на дерево. Так что трудно ее догнать и можно даже потерять из виду, особенно в сосняке и кедровнике, белка знает, в чем дело, и случается, так запрячется и притаится на мохнатых ветвях, что и опытный охотник с трудом ее отыщет. Вот почему здешние промышленники и не любят их промышлять в этих лесах. Чтобы открыть спрятавшуюся белку, стоит только кашлянуть или стукнуть в дерево палкой, как она тотчас соскочит на другую ветку или сядет на задние лапки, словом, покажет себя, но напуганные белки этого не сделают, они так крепко сидят притаившись, что хотя раскашляйся, растучись, а они ухом не поведут, хоть руби дерево, что и случается зачастую с здешними промышленниками, лесу много, народу мало, следовательно, и потребности тоже, а чего ж и не рубить дерево из-за шкурки белки, тем более в лесу, где земля до неба, пень до колода, полная свобода, никто не видит, делай, что знаешь, славно. Бог не скажет. Говорят сибиряки, часто белка прячется в свою гайно или залезает в птичьи гнезда, и тогда трудно ее выманить, особенно когда она заскочит в дупло. Но топор, а иногда и дым, славные товарищи в этом отношении, они и тут выручают. Многие промышленники, видя, что белка заскочила в птичье гнездо или в свое гайно, сделанное на дереве, не прибегают и к топору, а прямо стреляют в гнездо и редко ошибаются, бывали и такие случаи, что белковщик, выстрелив таким образом в гнездо, вместо одной, им виденной, убивал двух белок, потому что в том же гнезде была и другая, которую промышленник не заметил раньше. Часто белки прибегают к хитрости, завидя человека, они прячутся за ствол дерева с противоположной стороны, так что охотник сколько ни ходи кругом дерева, она все будет вертеться и прятаться за ствол. Но человек хитрее ее, он тотчас снимает с себя шубу или кафтан, весит на воткнутую палку, надевает сверху шапку и на минуту притаится, потом чем-нибудь пугает белку, та забросается и ошибется, приняв чучело за охотника, и попадает на свинец. Вообще, во время охоты белковщики нередко являют друг перед другом примеры честности, бескорыстия и свято уважают товарищество, так например, если один из них как-нибудь подгонит белку к другому из чужой артели, то последний ни за что не воспользуется этим случаем, конечно, если охотники из одной артели, тогда все равно, белка попадает в один же общий мешок. Самое худое время стрелять белок в ветреную погоду, не говоря уже о пурге, метель, вьюга, во время которой совершенно невозможно стрелять, потому что загнанная на дерево белка от ветра чипается, качается, вместе с ветками, и тогда трудно ее убить из винтовки. Вот тут-то и живет обстрел, говорят сибиряки, то есть бывает много промахов. Если большую часть белковья стояла в ветреной погоде, и следовательно обстрела было много, тогда и белка продается дороже промышленниками, по случаю тунной траты огнестрельных припасов и меньшей добычи белки. Для стрельбы белок преимущественно употребляют малопульные винтовки без сошек, ибо с ними неловко стрелять кверху, а просто приставляют дуло к другому дереву и выцеливают махнашку. Иные же удальцы стреляют просто с руки, заряды на них делают очень маленькие, которые и носят название беличьего заряда. Говорят, что будто бы некоторые промышленники, делая в стволах винтовок подъемные прицелы, так подгоняли заряды и пристреливали их, что пуля, попадая в белку, не в силах пробить ее насквозь, почему и остается под кожей на другой стороне. Это еще выгоднее маленького заряда, потому что белка убита и пуля цела. Это обстоятельство вы услышите решительно по всему Забайкалью, почти от всякого промышленника, но таким образом, что он будет вам ссылаться относительно этого искусства на своих праотцев или других белковщиков, как бы выставляя в примерах искусство в стрельбе из винтовок, но на себя никогда этого не примет. Не знаю, насколько справедлив этот сибирский фокус, передаваемый стоустую молвою. Я сначала, как бы веря ему, нарочно из любопытства старался достигнуть того же, пристреливая свои винтовки, но никогда не мог достигнуть таких неправдоподобных результатов и потому теперь сомневаюсь в истине этих рассказов. В некоторых уголках европейской России, как мне известно, бьют белок дробью из очень узкостволых ружей, но здесь этого нет, у нас пуля, пуля и пуля. Сибиряки обыкновенно определяют калибр винтовки позач, при разговорах, счетом пуль на фунт свинцу. Есть такие малоствольные винтовки, что из фунта выходят до 120 и более пуль. По возвращении с дневного промысла на табор промышленники обыкновенно тотчас начинают варить себе в походном котелке пищу из мяса или пьют с сухарями каром, кирпичный чай, искусно заправляя его молоком, сметаной или маслом, некоторые же гастрономы делают затуран, поджаренная на сковороде мука с маслом и прочь. Между тем, как котелки аппетитно кипят на таганах, промышленники снимают белку. Быв несколько раз очевидцем, нельзя не удивляться навыку и проворству белковщиков снимать беличьи шкурки, не успеет закипеть еще котелок с чаем, как иные уже оснимают до десятой и более белок. Беличье мясо русские тут же бросают собакам, но инородцы мало с ними делятся, они сами едят белку, тунгус или орачон, в особенности, а снимав белку и выпустив внутренности, не мывши, бросает ее прямо на раскаленные угли или вешает перед огнем на палочку, рожон, и лишь только зарумянится мясо, потечет и зашипит едва согревшаяся кровь, как уже оно снимается и кушается за обе щеки, обыкновенно без соли и редко с хлебом. Кончив оснимание белок, промышленники садятся в кружок около огня и ужинают. Вот за этими-то ужинами любопытно посидеть наблюдателю, тут наслушаетесь всего, вся тайга обнаружит свои трущобы и вертепы с их обитателями, весь быт, хитрый характер, а нередко и неподдельный юмор, отличительная черта сибиряка, обнаружится во всей полноте. Здесь вы не услышите неправды, потому что лгуна сейчас поймают товарища и выведут на чистую воду. В этих-то охотничьих кружках я и собрал многое множество сведений касательно своих заметок, нельзя не сказать, что беседы эти много помогли впоследствии моей наблюдательности и сделали из меня еще более страстного охотника. Я уже сказал выше, что на белковье бьют всякого зверя, который навернется на пулю охотника, но этого мало, нужно еще кое-что прибавить. Если один промышленник из артели найдет где-либо свежий след кабана, изюбра, сахатого или медвежьей берлогу и один не в состоянии пособиться с зверем, то он, придя на табор, тотчас объявляет находку товарищам своей артели, которая держит это в секрете, и никто из нее не скажет об этом промышленникам другой артели, и, избрав удобную минуту, сами отправляются на промысел. Но бывают и такие случаи, что если артель состоит из ребят молодых, малоопытных и вдобавок трусоватых, а найден медведь, тогда уже приглашаются промышленники из другой артели и лов делится особо. Надо заметить, что таких артелей, в которых не было бы хотя одного старого, опытного охотника, почти не бывает, но зато есть и такие охотники, которые, идя на белковье, первый раз взяли в руки винтовку, это ничего, большой обидой для артели не считается, потому что сибиряки понятливые ловки, день, два, много, три, они приучаются и скоро не отстают от товарищей. Упомяну, что при сборе на медведей есть у промышленников много различных суеверных затей и поверий, но главные из них таковы, каждый молится усердно Богу, всякий по своей вере, кланяется на все четыре стороны, как бы прощаясь с миром, потом зверовщики прощаются между собой и дают друг другу клятву, как они говорят, клятву, в том, чтобы измены не было и трусу не праздновать. Опытные зверовщики тотчас узнают труса, который, боясь в душе, все-таки не хочет отказаться от участия в охоте из самолюбия и амбиции, странно, что сибиряки простолюдины знают это слово, боясь насмешек товарищей. Такой человек при самом отправлении начнет изменяться в лице, то бледнеет, то краснеет, худо ест, а который только краснеет, красит, хорошо ест, потягивается, сжимает невольно кулаки, глаза его горят отвагой, а тот молодец. На того можно надеяться и действительно, замечания их на этот счет справедливы, ошибки нет. Скажу, что при настоящей сибирской охоте за медведями несчастья бывают чрезвычайно редко, они случаются только при неожиданных встречах, не подготовившихся к этому случаю охотников, с беличьими зарядами, и в особенности при паническом страхе или же когда ходит много шатунов, медведей, не легших в берлоге, смотри описание медведя. Кстати, тут же сделаю еще некоторое замечание, что здешние зверовщики, русские, не говоря об инородцах, убив козу, кабаргу, сахатого и других снедных зверей, обыкновенно тут же на месте, если это возможно, разнимают добычу на части, раскладывают огонь, жарят печенку и легкие, а почки, пока они еще теплые, едят сырыми. Говорят, что зверовщики это делают по суеверному обычаю. К сожалению моему, я не мог дознать причины и основания. Но нельзя отвергать, что и сырые почки этих зверей довольно вкусны, отчасти не потому ли они и составляют лакомый кусочек для охотников. Если промысел на белковье удачен, то зверовщики живут до тех пор в тайге, пока позволяют возможность, иногда они несколько раз выезжают за харчем, вообще съестные припасы, порох и свинец, и отвозят пушнину, а сами, снарядившись снова, опять отправляются на белковье. Многие, а в особенности здешние народцы, скупясь зарядами, или те, которые постоянно живут в лесу, как например орачоны, ловят белок в плашке и другие поставушки, устанавливая их на деревьях и на земле, ловушек этих я не видал, почему и не буду описывать. Скупщики пушнины, как хорошо знаю время отправления белковщиков на промысел, так еще лучше рассчитывают их возвращение, что обыкновенно бывает недели за две до Рождества Христова. Закуп белки по деревням из первых рук редко производится на деньги, больше всего на красный товар. Вот тут-то и надо видеть всю недобросовестность мелких торговцев, в особенности жидов. Право, трудно верить, не быв очевидцам, и хоферам и спекуляциям, особенно в отдаленных уголках обширного Забайкалья. Но нужда заставляет и хитрого сибиряка поддаваться на удочку миновщика. Вся дрянь, все гнилые товары из лавок сбываются по деревням на пушнину. Некоторые бессовестные торговцы поднимаются на непростительные штуки, так например, многие красные товары значительной ширины они аккуратно разрезывают пополам вдоль и продают эти половинки за целой обоснословной ценой. Сибиряки по обыкновению сначала крепятся и не подаются, но видя наконец, что купец не спускает цену, из необходимости, что ли, но только разбирают товар. Другое бывает, когда два или три торговца в одно время пожалуют в деревню. Вот где поднимается конкуренция в полном смысле слова. Так что смешно и досадно смотреть со стороны, промышленники крепятся, торговцы друг перед другом сбивают цену, и тогда, смотришь, выплывут на сцену эти тощие, гнилые половинки и прочие плутни, словом, все обнажится, конечно, промышленники рады этому случаю, почему иногда нарочно выжидают такой окази. Жаль, что не место описывать всю эту торговлю, но все же не могу не рассказать одного курьезного случая, который мне довелось видеть. В один пограничный караул за Байкалье, весьма бедный и удаленный от центра управления, состоящий всего из восьми или девяти дворов, жители которого занимаются и пропитываются единственно звериным промыслом, съехались два торговца почти в одно время и остановились у одного, более зажиточного, казака, где стоял и я на квартире, конечно, в селении тотчас узнали о их приезде, и промышленники, сначала без пушнины, отправились к купцам понаведаться о цене. Торговцы не сказывали, а просили товар на лицо. По-видимому, они были братья, но торгующие порознь. Я из-за перегородки строго наблюдал за их действиями. Сначала они долго разговаривали в тихомолку, наконец пожали друг другу руки и разложили товары, вероятно согласясь выдерживать цену, а барыши делить пополам. В избе никого не было, я притворился спящим. Немного погодя, пришли зверовщики с пушниной, набрались бабы, налезли ребятишки, так что в избе стало тесно. Купцы смотрели меха, торговались, друг друга не перебивая, и вместе с тем озирались на свой товар, вероятно боясь покража. Я глядел в щелку и прислушивался к разговорам. Не знаю чем, благообразием ли физиономии или лучшим обращением, но только один из торгующих привлек к себе промышленников, и они с пушниной более обращались к нему. Другому стало досадно, и он начал спускать цену со своих товаров. Благовидный торговец недружелюбно поглядывал и украдкой лукаво подмигивал товарищу, а вместе с тем сбавлял цену наравне с ним. Сибиряки, вероятно, смекнули дело и по прежнему обращались к благовидному. Противник, увидав одного звера в щека, махнул ему рукой и громко сказал «Эй вы, рыжие усы, продайте мне белку, у меня товар славный, а у него гнилой, последний сорт». Он еще хотел что-то сказать, но благовидный торговец подбежал к нему с сжатыми кулаками, началась перебранка, а потом и потасовка, по-русски. Народ раздвинулся, дал место ссорящимся, переглядывался между собою, насмешливо улыбался и, по-видимому, как бы желал успеха благовидному купцу. Товары попадали с лавок и перемешались, с полок полетела посуда, привезенная на продажу, и разбилась в дребезге. Наконец благовидный одолел соперника, соскочил с него, сунул палец в рот и показал тому фигу, окинул глазами свои убытки, быстро подобрал черепки и бросил противнику в короб, потом обратился к присутствующим, встал в позу победителя, размахнул руками и громко, самодовольно сказал, пропадай наши все, а уж мы не подадимся, сдавай, ребята, белку, всю пряму. Быстро поворотился на каблуках, опять показал тому фигу и привожно расселся на лавке. Панфилыч, так величали противника, пожал плечами, зверски поглядел на благовидного и унизительно на окружающих, боязливо сложил товар с черепками и уехал. Зверовщики сдали всю пушнину победителю довольно выгодно. Бабы, видя такую снисходительность, бросились покупать гнилые обновы. Торг происходил таким образом, например, кто-нибудь из женщин требовал платок. Купец спрашивал, в какую сон цену. Та сказывала, он прямо, по своему усмотрению, отрезал какие-то красные, желтые, бурые и пеганые тряпки, впрочем, некоторые были с видом московской железной дороги и с изображением каких-то неизвестных воинов и выбрасывал просительницы, получая деньги. Возражений не было, покупательницы как-то машинально оставались довольными и уходили. Одна бойкая, смазливая баба подошла к коробу, лукаво взглянув на благовидного, вытащила сама какой-то шейный платок таких цветов и рисунка, что описать невозможно. Помнится, что на середине платка было изображено что-то такое вроде солнца, а по бокам радуги, остальное не помню. Она аккуратно и кокетливо повязала его на шею, самодовольно оглянулась на прихожан и спросила, что стоит. 15 серебра, как бы нехотя не глядя, отвечал купец. Что так дорого? Пищала караульская львица. Возьмите 7 гривен на ассигнации, и тряхнула медными деньгами. Так и быть, сударыня, уж для вас только, возьмите. Нисколько не смутясь, сказал благовидный. Баба отдала деньги и привожно пошла в обновь. Купец, конечно, воротил с барышом свои убытки на посуде и через день уехал. Но я заболтался, надо кончить о белке. Белка очень крепка к пуля, если попасть в нее по животу и не задеть главных частей внутренности, как-то легких, печени и прочь. Не говоря, конечно, о сердце, то она редко упадет с дерева и потребует другого заряда. Иногда кишки у нее все выпадут, а она все бегает по деревьям и мучает сама, мучает и промышленника. Часто тяжело раненая, падая с дерева, она поспеет пойматься когтями за ветви и останется на дереве, а легко раненая, если и упадет с дерева, то сильно кусает неосторожных промышленников, которые стараются поймать ее руками. В Забайкалье по добротности и пышности меха считается лучшую белкою аргунская. Хотя на нашем берегу реки Аргуньи мало лесов, а следовательно, и белки, но за Аргунью, на китайской границе, бездна, не только белки, но и всякого зверя, что нашим пограничным казакам хорошо известно, и они кратше, то есть тихонько, воровски, не упускают случая, несмотря на всю строгость китайской пограничной стражи, воспользоваться этим богатством чужой стороны, даже многим зверовщикам китайская тайга известна лучше своей. В торговом отношении беличья меха делится на три партии, первый сорт, самый лучший, это бусая белка или серенькая с такого же цвета хвостом, двух сорта черноватого цвета, несколько темнее бусой, с таким же хвостом, она не так красива, как первая, и не имеет такой же пышности меха, наконец, третий сорт, красноватая белка или краснопухая, это еще хуже предыдущий. Здесь есть общее название двум последним сортам белки, ее называют просто невыходной или туземным словом Хараза 66. Впрочем, есть много местных названий, так, например, подпали другие, ибо в строгом смысле слова невыходной белкой называют ту, которая рано убита и, следовательно, не имеет настоящей пышности меха. Ценность беличьих мехов зависит от их доброкачественности, согласно этому разделению. В Забайкалье ее продают от 8 до 20 и даже более копеек серебром за штуку, что единственно зависит от количества белки в лесах. В породный год, когда ее много везде, она дешевле, и наоборот. В хороший добычливый год ловкие промышленники выносят с белковья, кроме другой пушнины, до 300 и более штук на ружье, некоторые в белковый день убивают по 20 и более белок. А сколько перебьют попутно во время белковья лисиц, волков, рысей, соболей, хорьков, кабанов, коз, изюбров, сахатых, медведей и прочь. Об этом уж и упоминать не буду. Из всего этого нетрудно заключить, какое важное значение в Забайкалье имеет белковье. Все иллюстрации из книги можно найти на сайте кинотеатра Охотника по ссылке в описании. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Все ссылки в описании к видео.